Добрый день господа! Вашему вниманию обзор разновидностей 50 копеечной монеты 2008 года Санкт-Петербургского монетного двора. Не забываем подписываться на мой канал, кликать на рекламу, ставить лайки, смотреть именно в ютубе. Вот обычные две монетки. Аверсы у них, будем считать, на данный момент одинаковые. Разница в реверсе. Вот видите, слева новая оборотка, справа старая оборотка. Новая оборотка, штемпель 4.2 по Сташкину или 3.2 по ЮК. Завиток не касается канта. Вот этот нижний лист, тоненький, только касается канта. А старая оборотка, штемпель 3 по Сташкину и 3.1 по Кульвелесу. Завиток заходит за кант. Нижний листок массивный уходит за кант. Но всё было бы так весело, если бы не было так просто. Вот между боками СП-точка, после какой-то работы она стала засоряться. То есть вот я нашёл варианты, где она очень плохо проглядывается. А бывали варианты ещё и хуже. Что сделали? Сняли часть штемпелей и ручную, вручную, плансоном набили новую точку. И она получилась, в отличие от обычных, больше. Вот здесь у меня варианты с большими точками. А поскольку это всё делалось вручную, то при ближайшем рассмотрении, эти точки имеют свои расположения. Вот существует у обычного штемпеля 4.2, то есть снова оборотка, 35 вариантов. Ну как отличать большую точку от маленькой? Просто мысленно маленькую точку, она легко внутрь С заходит. А большая точка без вазелина тяжело затолкать. Вот я не знаю, будет ли вам видно, что даже вот эти две большие точки, они под хорошим увеличением, видно, что у них всё-таки у каждой своё, пусть там на долю миллиметра, но своё место, они отличаются. Значит, существует 35 вариантов расположения большой точки между буквами С и П. Исследования были проведены московскими нумизматами Артёмом Королёвым, Алексеем Шишкиным. Если вы меня слышите, вам приветик от меня. Искренний пионерский пламенный. Вот. И у Александра Сташкина, например, есть ссылка на каталог Алексея Шишкина. Ну, поискать найдёте, там везде есть фотографии с пометками, как отличать вот эти 35 подгравировок. Это у обычного штемпеля 4.2, он же 3.2 Паюка. И один вариант гравировки, тоже большая точка, но со старой обороткой. Штемпелем 3, подсташка на литуре 1 по кулевелесу. Вот видите, здесь точка большая, оборотка старая. Оборотка старая. То есть, завиток утопает. Ну, по кулевелесу со старой обороткой помечено, что стоит 300 рублей. Но, скорее, тут тоже разница, потому что со старой обороткой маленькой точкой найти гораздо легче, чем со старой обороткой и большой точкой. Ну, вот имейте в виду, кто хочет усложнить себе жизнь, искать 35 вариантов гравировок, то, пожалуйста, флаг вам в руки. Всё. Большое спасибо вам за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки, кликать на рекламу. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.